Эти маленькие комки пуха совсем скоро вырастут и сменят мягкие одежки на водонепроницаемые перья. Пингвины Гумбольта, названные в честь знаменитого немецкого ученого, в естественных условиях живут лишь на западном побережье Южной Америки, а потому носят и второе официальное название – перуанские. С недавнего времени водоплавающие птицы поселились и в Приморском океанариуме. Шестеро пингвинов прибыли во Владивосток из Чехии в конце февраля. Примечательно, что в Праге перуанцы питались местной балтийской селью, которую здесь найти довольно сложно. Именно поэтому для новоселов пришлось формировать рацион с нуля, прибегнув к помощи специалистов. Мы переживали, что после долгого переезда пингвины могут отказаться от еды, но этого не произошло. Они сразу стали принимать пищу. Первое время малышей кормили четыре раза в день, чтобы они съедали свою норму. Наряду с мойвой стали вводить в рацион корюшку. Пингвины ее брали, поначалу оставляли в воде, рассматривали, оценивали и съедали уже ночью, рассказала орнитолог. Сейчас пингвины Гумбольта едят трижды в день. Каждый съедает по 600-800 граммов рыбы в сутки, как и положено представителям этого вида по возрасту. Самым старшим птенцам 16 месяцев. Впрочем, привыкание к русской рыбе тоже проходило постепенно. Поначалу птенцы толкались и ссорились. Сейчас все чинно. Выходят на сушу и берут рыбу. Кстати, девочки, их трое, едят аккуратнее мальчиков. Кормим их только из рук и следим, чтобы каждый съел свою норму. Есть у нас два очень стеснительных мальчика, которые, как правило, держатся в стороне и подходят в последнюю очередь. Для них рыбу обязательно придерживаем, отметила ученая. Сотрудники океанариума отмечают, что вскоре меню перуанских пингвинов станет куда более разнообразным. В арсенале обещаются и в оси. Орнитологи уверены, что дальневосточная сардина привнесет в рацион взрослеющих пингвинов необходимые витамины и питательные вещества. На обозрение широкой публики пингвинов планируют представить через месяц-полтора, когда пингвины полностью пройдут карантин и у них закончится линька. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.